Буквально недавно у нас в гостях был флагманский, но главное, что действительно мощный аварисибер. Emotiva MR1, заточенный под очень просторный домашний кинозал. Ну а сегодня рядом со мной идеально подходящая для него акустика. Это действительно гигантские и тоже флагманские башни Emotiva XT3, помимо которых в единственный пока у Emotiva линейки AirMotive есть немало других интересных моделей. Всем привет, вы на канале Пульт.ру. Поехали. Акустика Emotiva AirMotive сделана в рамках той же философии, что и компоненты Emotiva, то есть минимум внимания внешней отделки и максимум внимания эффективности. И как в случае с упоминавшимся аварисибером Emotiva MR1, они тоже предлагаются в единственном варианте отделки, потому что они тоже заточены под специализированный домашний кинозал, где не должны привлекать лишнего внимания или банально бликовать. Так что если кинотеатральные колонки для вас это не просто кинотеатральные колонки, а еще и украшения интерьера, то вам с Emotiva не по пути. Остальных же прошу ознакомиться с нашей технической справкой. Начать которую хочется с гигантского спикера центрального канала XC3. В корпусе шириной 1,30 м находится аж 4 басовых динамика диаметром 15 см, диффузоры которых изготовлены из неназванного синтетического материала, стилизованного под кевлар. Далее два среднечастотника поменьше и фирменный ленточный твиттер. И вот этот 30-килограммовый трехполосный спикер способен переваривать 250 Вт по номиналу и до 500 в пике. И все для того, чтобы у владельца топовых башен XT3 не было ощущения разрыва звукового поля по фронту. По-другому-то и никак. Огромным фронтам нужен огромный центр. И рассчитана эта связка на озвучивание комнаты примерно от 40 до 80 квадратных метров. Для озвучивания каналов эффектов можно использовать полочные XB2, настенные XA2 или потолочные Волта в зависимости от помещения и конфигурации кинотеатра. Для обработки и усиления сигнала может использоваться уже знакомый нашим зрителям AV-усилитель Emotiva MR1. Ну а басовую поддержку столь крупного кинотеатра имеет смысл доверить хотя бы паре киловаттных 15-дюймовых сабвуферов. Но вернемся к башням XT3. Они еще больше и тяжелее рекордного центрального спикера. Примерно метр двадцать пять в высоту и сорок два килограмма каждая. Конструкция максимально рациональная. Снабженные внутренними переборками корпус из MDF с отделкой под кожу и передней панелью, окрашенной матовой эмалью, тканевые грили на каркасе из HDF с магнитным креплением и полимерные консольные опоры с мягкими подушечками. К сожалению, почти одноразовыми. В этой связи посоветуем производителю выбирать более подходящий материал, который не будет заминаться и рваться после первой же коррекции положения колонок. Впрочем, если сразу прикрутить к колонкам комплектные шипы, то подушечки останутся целыми в любом случае. В каждой башне Эмотива XT3 установлено по три восьмидюймовых динамика. С диффузорами опять-таки из чего-то напоминающего кевлар. Из чего именно, производитель не уточняет. А также ленточный твиттер и два среднечастотника по схеме диаполита. Нижняя граница воспроизводимого диапазона, причем по самому, что ни на есть честному уровню минус 3 дБ, составляет внушительный 30 Гц. А порт фазоинвертора, как и у центрального спикера, выведен назад. Наконец, подводимая мощность до 300 Вт в номинале и до 600 Вт в пиках на каждую колонку. В общем, топовая акустика Эмотива масштабна во всем. Как в аудиофильской, так и в киноманской среде есть несколько перманентных дискуссий. И одна из них на тему того, могут ли хорошие напольники заменить собой сабвуфер. Так вот, в случае Эмотива Экста-3 я бы ставил вопрос иначе. А именно, какой из хороших активных сабвуферов может с ними тягаться? Ну, потому что 6-8-дюймовых динамиков создают очень большую совокупную площадь излучения. И при наличии действительно мощного усилителя, такого хорошего Ват-200 на канал, Эмотива Экста-3 босят ну просто феноменально. Ощущение такое, что слушаешь напольники при поддержке хорошего 15-дюймового саба. Кайф. Но тут стоит оговориться, что все свои лучшие качества Эмотива Экста-3 проявляют в действительно просторной комнате. Ну, примерно от 40 метров. Тогда как если площадь вашего кинозала находится в диапазоне от 30 до 50 квадратов, то можно неплохо сэкономить, выбрав вместо Экста-3 более компактную модель XT2 и заодно к ней центр XC2. Да, такой басовой феерии двушки не предлагают. Но в кинозале средних размеров и при поддержке хороших сабвуферов они ведут себя, но я бы не сказал, что сильно хуже. И по динамике, и по неискаженной мощности для среднеразмерного кинозала двушки проходят с большим запасом. Но при этом они заметно компактнее, чем трешки и, как я уже говорил, дешевле. Но если вы обожаете классный бас и у вас действительно просторный кинозал, то на фронт нужно брать, конечно, XT3 и на центр, соответственно, XC3. Ну а на остальные каналы, что в большом, что в среднеразмерном кинозале, нужно вешать спикеры Эмотиву, подходящие по конструкции. Полочники, настенные или потолочные. Приятный нюанс в том, что колонки Эмотива имеют сопротивление 4 Ома и чувствительность в районе 90 дБ в зависимости от модели. И таким образом они сравнительно громкие в пересчете на каждый подаваемый на них хват мощности. Этот аспект и позволяет советовать Эмотива XT3 и, соответственно, центр XC3 для озвучивания очень просторного кинозала. При том, что в качестве ресивера может использоваться уже упомянутый Эмотива MR1. Ну а если мощности MR1 в таком большом кинозале вам будет маловато, то к нему всегда можно докупить дополнительные усилители мощности. И таким образом показатели мощности для основных колонок будут измеряться уже в киловаттах. В общем, эти башни мне понравились. И хотя любителям джаза, классики и вообще винила в целом. Я их советовать никогда не буду, но тем не менее для построения домашнего кинотеатра они подходят великолепно. Ну, потому что помимо гигантской мощности у них еще и подходящий для кинотеатра характер звука. Они плотные, энергичные и, когда требуются, хлестки. И такой характер звука также отлично подходит для современной музыки. Впрочем, это уже факультативно. Ведь, как я уже говорил, колонки Эмотива заточены под специализированный кинозал. Приезжайте послушать, только не забудьте уточнить наличие этих колонок в удобном для вас салоне Пультру. Ну, а у меня на сегодня все. До встречи!